Музыка Начальная школа играет важную роль в судьбе каждого ребенка. Именно в этот период закладываются основы знаний, умений и навыков. Формируются личностные качества и даже привычки. С модернизацией образования в учебно-воспитательном процессе происходят значительные изменения. Обновляется содержание, меняется позиция младшего школьника, форма педагогического взаимодействия, подходы к оценке результатов. Современные информационные технологии все больше входят в школьную жизнь. В середине учебного года школы Лобинского района поступило новое оборудование – цифровые микроскопы, модульные станки, документ-камеры и другие. Школа работает в рамках эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта, который как раз требует введения новшеств. То есть это как бы новая школа. И этот проект, он был подписан президентом и назывался так – наша новая школа. И вот мы сейчас стремимся под рамки этого проекта быть готовым, что ли, с учетом как раз и этого оборудования. Поскольку модернизация предусматривает изменения инфраструктуры школы, новые кабинеты, новое оборудование спортивного зала, это новое оборудование медицинских кабинетов, пищеблоков, учебных кабинетов, лабораторий, мастерских учебных. То есть достаточно вот в таком объеме мы действительно это оборудование получаем. Современное оборудование используется практически на всех уроках. С его помощью легче сводить и математику, и русский язык, и биологию. Первоклассники с компьютерами на «ты» и с удовольствием делают видеопрезентации домашних заданий. У меня, да, есть дома компьютер. Мы с папой постоянно чем-то занимаемся, что-нибудь делаем. Мне нравится с мамой делать на компьютере фотографии всякие, чтобы в школу их приносить. Учеников начальных классов привлекает форма проведения уроков с мультимедийным оборудованием. Они с желанием изучают материал и выполняют задания. В рамках образования и модернизации школы к нам в школу пришли некоторое количество оборудования. Это интерактивные доски, это ноутбуки, это лабораторные комплексы, это у нас находится документ камеры, это системы голосования и многое другое. К детям это имеет прямое отношение, потому что на уроках стало гораздо интереснее. То есть за более короткое время мы можем дать гораздо более обширный материал и более интересно, чем тот, что был. Кроме того, хотелось бы отметить, что, например, работа с интерактивными досками чем интересна для детей? Тем, что это более ярко, красочно. Мы можем прямо на глазах детей делать всевозможные примеры, выделять текстом, редактировать и так далее и тому подобное. Сегодня учитель на уроке не только стоит у доски, но и находится возле ноутбука. Педагоги используют современное оборудование в процессе обучения и такой урок становится ярче и интереснее. Конечно, сейчас намного лучше и интереснее работать не только, и проще, даже в подготовке к уроку. Вот мне, как учителю, проще сейчас готовиться, чем это было раньше, когда не было компьютера. И детям, конечно, тоже интереснее, когда на уроке присутствует у нас компьютер. Намного интереснее. Это презентации различные интересные. Даже дети сами к урокам готовят презентации. Вот, например, у нас сегодня урок кубановедения. Дети сами к уроку приготовили презентации. То есть принесли уже на флешках? Принесли на флешках. Да, мы уже сбросили до урока все это в компьютер, в ноутбук. И на уроке они будут выходить. Я включаю их презентацию, они по презентации, по своей уже все рассказывают. В соседнем кабинете урок по окружающему миру в четвертом классе. Ученики практикуются высадки семян в разных условиях. В специальных контейнерах приготовили растворы, пригодные и непригодные для выращивания зерна. Лабораторная работа определит правильную среду. Окружающий мир – это очень интересный урок. Мы тут узнаем очень много нового. Как растения развиваются, мы сегодня изучали. Мне было очень интересно. Мы исследовали ростки. Потом через несколько дней мы узнаем, как они прорастают. Дома у меня такого оборудования нет. И будет интересно посмотреть, как они вырастут. Зернышки, да? Да, которые мы сегодня посадили. Оборудование удобное. Наличие в классе компьютера с мультимедийным проектором позволяет передавать изображение на экран. Учитель ведет урок, сопровождая рассказ с иллюстрациями. Эффект достигается гораздо быстрее. В последние годы мы используем всю технику, которая есть в нашей школе. Детям, конечно, очень интересно быть на уроках, на таких, которые проводятся с использованием той техники, которая есть у нас сейчас. То оборудование, которое есть, вы сами можете видеть, с каким интересом ребята все делают на уроке. Если раньше приходилось плакаты вывешивать, сегодня у нас есть проектор. Да, приходилось рисовать самим, приходилось искать материал. То сегодня гораздо проще. И дети очень любят эти яркие уроки, интересные, потому что все они идут с сопровождением мультимедийным. Детям, конечно, очень интересно на уроках. А в третьем классе в это время изучают архитектуру Санкт-Петербурга. Зимний дворец, Исаакиевский собор помогает учителю в презентации современный прибор-документ-камера. С помощью этого оборудования небольшую фотографию можно увеличить и спроецировать на экран. Картинка доступна даже тем, кто сидит на последней парте. Дети знакомятся с историческими зданиями, потом нарисуют свои. У нас в каждом классе, в каждом классном кабинете есть документ-камера. Очень удобный гаджет, можно сказать, или прибор. Потому что мы можем детям показать любой предмет, любую картинку. Ну вот, например, на уроке кубановедения не все дети были в Краснодаре. Не все знают там памятные места, красивые здания. Мы можем положить перед документ-камерой фотографии, и дети внимательно все могут рассмотреть. Этот прибор позволяет работать с любыми предметами. Дети любят рассматривать свои собственные фотографии, например, о жизни класса. Учителя высказывают положительные отзывы о работе с современным оборудованием. Сегодня уже нельзя представить школьный класс без компьютера, проектора и других приборов. Вся необходимая текстовая и видеоинформация тоже имеется. У нас есть к каждому учебнику диски с необходимым материалом. С помощью этого оборудования детям стало, во-первых, удобнее писать. Перед глазами и доска, и дополнительный материал. Мы можем работать, вставлять буквы, вставлять какие-то слова. Дети быстрее запоминают, потому что в основном в начальной школе у нас еще идет зрительное восприятие. Но вот такое оборудование особенно удобно. Нам на таких предметах, как кубановедение, окружающий мир, тогда как раньше мы не могли показать детям страны, города и так далее, то сейчас это вполне доступно. Урок технологии в 11-й школе. На экране мастер-класс по сборке модульного станка для деревообработки. Дети внимательно смотрят видеоролик, чтобы через пару минут повторить. Школьники самостоятельно могут следить за метеопроцессами с помощью лабораторного оборудования. Они также с интересом изучают принцип действия музыкальных инструментов. Изучение данной работы позволяет ребятам определить устройство таких инструментов, как флейта. Данный вид работы помогает учащимся разобраться в аспектах науки, помогает детей приучить к исследовательской работе, которая так важна сейчас в рамках нашего нового образовательного проекта ФГОС. Кабинеты химии также обновили лабораторное оборудование. Этот предмет всегда предполагал необходимый набор реактивов и пробирок. Современные приборы отвечают современным требованиям безопасности. Современное оборудование позволяет проводить весь необходимый эксперимент в малом количестве, что обеспечивает, в первую очередь, безопасность, доступность. Оно позволяет индивидуально проводить работу. Ну, а мультимедийное оборудование вообще – это очень хорошая наглядность. И поэтому без него эффективности современного учебного обучения просто невозможно. Потому что все лучше, как говорят, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Можно показать все, все процессы, все изменения, все явления, причем это быстро. Для старшеклассников, так же, как и для учеников начальной школы, очень важно, в какой форме преподносится информация. Поэтому учителя стремятся привить любовь к знаниям, показать ребенку, насколько интересным может быть образовательный процесс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова